Добрый день, дорогой друг! Я рада приветствовать тебя на уроке математики. Привет, мой милый человек! Ну как твои дела? Я так хочу сказать привет! Давно не видел я тебя. Ребята, это поздоровался Нигеш. Запиши в тетради число. Классная работа! На прошлом уроке ты с Нигешем узнал о том, что же такое цена, количество, стоимость. Давай вспомним. Цена показывает, сколько стоит один предмет. Количество показывает, сколько предметов мы купили. Стоимость – это то, что мы заплатили за всю покупку. Сегодня на уроке ты продолжишь различать монеты, производить различные операции с ними. Сегодня Нигеш снова просит помочь ему. Он зовет нас в магазин национальных сувениров, чтобы купить подарки для своих друзей. Посмотри, какие национальные сувениры продают в магазине. Это и статуэтки, и юрты, и тюбетейки, и магниты с изображением Казахстана. То есть очень много разных национальных сувениров. Нигеш уже выбрал сувениры, но не знает, как их купить. Давай поможем ему. Первый подарок, который хочет купить Нигеш – это три юрты для своих друзей. Но он не знает, сколько ему денег нужно за них заплатить. Давай с тобой составим задачу. Цена одной юрты – 5 тенге. Количество – 3 штуки. Нам нужно узнать стоимость всех трех юрт. Для того, чтобы узнать стоимость всей покупки, нужно цену умножить на количество. То есть 5 умножить на 3. Будет 15 тенге. Ответ – стоимость 15 тенге. Посмотри на эту формулу. Чтобы найти стоимость, нужно цену умножить на количество. Мы помогли Нигешу купить юрты. Нигеш еще выбрал тюбетейки для своих друзей. Под ними написано, что 3 тюбетейки стоят 21 тенге. И Нигешу стало интересно узнать, а сколько же тогда стоит одна тюбетейка? Давай ему и в этом поможем. Давай решим. Что нам известно? Верно. Стоимость – 21 тенге нам известно. Что еще нам известно? Правильно. Количество – 3 штуки. Что нам нужно узнать? Верно. Нам нужно узнать цену одной тюбетейки. А как мы можем это узнать? Чтобы узнать цену, нужно стоимость разделить на количество. То есть 21 разделить на 3. 21 – это стоимость, 3 – это количество. Равно 7 тенге. Ответ – цена одной тюбетейки 7 тенге. Посмотри на формулу. Чтобы узнать цену, нужно стоимость разделить на количество. Молодец! Ты помог Нигешу узнать цену одной тюбетейки. У Нигеша осталось только 32 тенге. Продавец ему сказал, что за 32 тенге он может купить магниты с изображением флага Казахстана. По 8 тенге каждый. Нигеш опять задумался. А хватит ли его друзьям магнитов? Давай мы поможем узнать. Что нам известно? Молодец! Нам известно, что стоимость 32 тенге. Что еще нам известно? Верно! Цена одного магнита – 8 тенге. Что нам нужно узнать в этой задаче? Верно! Нам нужно узнать количество. Сколько штук Нигеш сможет купить на 32 тенге? Как ты думаешь, чтобы узнать количество, что нам нужно сделать? Верно! Чтобы узнать количество, нам нужно стоимость разделить на цену. То есть 32 разделить на 8 – получится 4 штуки. Ответ – количество 4 штуки. Посмотри на формулу. Чтобы узнать количество, нужно стоимость разделить на цену. Молодец! Ты помог Нигешу узнать количество магнитов, которые сможет купить на 32 тенге. Ты помог Нигешу купить подарки для своих друзей. Теперь давай сделаем вывод. Чтобы узнать стоимость покупки, надо цену товара умножить на количество. Чтобы узнать количество купленного товара, надо стоимость разделить на цену товара. Чтобы узнать цену товара, надо стоимость разделить на количество. А сейчас самостоятельно составь и реши задачи. Посмотри на прилавок. Что бы ты себе купил в этом магазине? И какими монетами и купюрами ты заплатишь? Подумай и реши. Если сможешь, то запиши условия, вопрос, решение, ответ задачи. А если затрудняешься, то только решение и ответ. Нигеш тоже решил эти задачи. Давай сверим, что же у вас получилось. Первая задача. Было 800 тенге. Потратили 300 тенге. Вопрос. Сколько осталось тенге? 800 минус 300 равно 500 тенге. Ответ. Осталось 500 тенге. Если у тебя получилось так же, то поставь себе плюс. Вторая задача. Было 1000 тенге. Потратили 1000 тенге. Сколько осталось тенге? Решение. 1000 минус 1000 равно 0 тенге. Ответ. Осталось 0 тенге. Если у тебя решена задача так же, то поставь себе плюс. Молодец. Я надеюсь, ты верно решил все задачи. Следующее задание. Нигеш уже решил, но он так торопился, что, возможно, совершил ошибки. Давай проверим его. Реши примеры столбиком и укажи, где же ошибся Нигеш. Посмотри, Нигеш ошибся в первом примере, в третьем и в пятом примере. Молодец. Ты все решил и нашел ошибки в решении примеров столбиком у Нигеша. Посмотри теперь на всю свою работу. Я уверена, что ты справился со всеми заданиями. Давай вспомним все, что мы повторили и узнали на сегодняшнем уроке. Мы повторили, что цена показывает, сколько стоит один предмет. Количество показывает, сколько предметов мы купили. Стоимость – это то, что мы заплатили за всю покупку. Ты узнал, чтобы найти стоимость покупки, надо цену товара умножить на количество. Ты узнал, чтобы найти количество купленного товара, надо стоимость разделить на цену товара. И ты узнал, чтобы найти цену товара, надо стоимость разделить на количество. Наш урок подошел к концу. Я желаю тебе творческих успехов. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok